Когда я хожу на всякие семинары, на встречи, на школы, вот самая любимая часть моя – это истории. Трехпроцентник, девятипроцентник, не имеет значения, бриллиант, серебряный. Мне очень интересно всегда слушать живые истории, потому что они такие разнообразные, такие интересные и такие вдохновляющие. И вот мы сегодня давайте поделимся, как ты пришел в бизнес, что ты пришел, вот как тебя позвали, кто тебя позвал, какая у тебя первая реакция была, почему ты согласился, что повлияло на твое решение. Когда мы слышим много-много разных историй, мы понимаем, что оказывается люди приходят в этот бизнес очень по-разному. Нам кажется, что есть какой-то рецепт, есть какая-то классика, и мы обязаны в эту классику вписаться. Вот надо пригласить вот так, надо сказать вот так, он должен отреагировать вот так, и тогда, в общем, все по классике. Но вот сейчас, я надеюсь, из тех историй, которые мы услышим, вы поймете, что бывает по-всякому. Бывает и по классике, бывает и не по классике. Бывает, когда вообще самым неправильным образом пригласили, а он все равно пришел. Бывает, пришел на продукт, бывает, пришел на бизнес, бывает, сначала не поверил, потом поверил. То есть, всяко бывает. И получается, что как бы ты ни приглашал, если ты регулярно приглашаешь, то ты обязательно найдешь своих. Мне интересно было создать какую-либо благотворительность. То есть, я начинал с того, что у меня был даже сделан конвертик, на нем написано «благотворительность». Я решил, что всю мелочь, которая у меня есть в кошельке, я буду скидывать в этот конвертик. В итоге, вы не поверите, суммы начали копиться очень большие, и я эти деньги потом менял и отправлял уже электронно, либо вживую, в какие-то места. Здесь меня не устраивало, что я не понимал, действительно ли эти деньги, которые я отправляю, идут на благотворительность. В один момент я понял, что мне хочется сделать что-то гораздо большее. Вторая сфера – это бытовая. Я ровно год назад работал в компании. Мы работали на складе по доставке пищевых продуктов. В моем городе мы делали примерно 6 тысяч заказов в день. И каждый день одно и то же. То есть, я прихожу на работу, открываю ноутбук, у меня 20 страниц, постоянный стресс, постоянный контроль. И в этот момент я начинал понимать, что будет через год. Я открываю ноутбук, 20 страниц, я их прогляжу, 12 часов работы, я иду домой, весь на стрессе, никакой, грубо говоря, жизни, ни энергии, ни настроения. Я зарабатывал хорошие деньги в тот момент, в Чехии это средняя зарплата. В то же время, когда я решил все-таки составить список, как я хочу жить для себя, просто мне интересно было. И в итоге получилось, что уровень того, чего я хотя бы хотел добавить, выходил на то, что моя зарплата должна увеличиться в два раза. И когда я смотрел, приходил опять на работу, открывал ноутбук и понимал, что нет никакого развития, и через год я не смогу добиться таких результатов, это максимум 10%, если я буду подниматься по карьерной ступени. А это означало, что я должен уделять больше часов в работе, дольше стресса, больше определенных сложностей, которые надо пройти. И третья сфера, которая, опять же, затрагивала меня очень сильно, это развитие. Это снова те 300 человек, которые находятся на работе, которые постоянно на что-то жалуются. Это то, что иногда приходится их подгонять, это то, что необходимо за ними контролировать. Это то, что всегда окружение то, которое недовольно своей жизнью. А тебе хочется развиваться, тебе хочется изучать что-то новое, тебе хочется становиться намного сильнее, умнее, и действительно изменить свою жизнь. Это то, что меня не устраивало. Мы познакомились с Иваном через практики, через мою ученицу по гитаре. Что все-таки на тебя повлияло? Почему ты поверил, что АВЭ – это тот инструмент, который тебе нужен? Если честно, меня повлиял человек. Иван произвел на меня большое впечатление. Я не знал, что Иван занимается предпринимательством. Мне просто хотелось действительно пообщаться с человеком и, возможно, открыть для себя какие-то новые возможности. В данном случае можно сделать такой вывод, что человек пришел на человека. Такое часто вы услышите. Кто-то приходит на деньги, кто-то на продукт. Очень часто приходят на личность за человеком. Вот Танжарык уже написала, что пришла благодаря возможности обучаться в АВЭ-академии в четырех институтах. Это тоже весьма распространенная причина. Когда люди приходят именно за тем обучением, которое предлагает наша компания. Сегодня, особенно среди молодежи, очень модно. Тренд такой – обучаться, расти, прокачивать навыки. И вдруг, когда молодые люди узнают, что у нас тут целая АВЭ-академия, институты и коучи невероятные, им можно бесплатно обучаться. В интернете такое обучение стоит кучу денег. То люди с удовольствием заходят. Я вообще хочу просто всем заверить, чтобы вы не боялись соцсетей, потому что я пришла из Фейсбука. Что этот инструмент работает, и Фейсбук, то есть потом ко мне пришел партнер тоже через Фейсбук. Я слушаш знала давно. Ну как знала? Через Фейсбук в онлайн как-то читала ее посты. Потому что в Фейсбуке мы же проявляемся, пишем какие-то свои истории, какие-то свои мысли. Предыстория моя такая, что я бывший финансовый директор. Я, как и Владислав, наверное, устала работать в таком корпоративном мире. Я устала от офисных интриг. Я устала утром в стрессе 20 лет бежать на работу, когда мне нужно отметиться, что я пришла вовремя. А во сколько я ушла, никого не интересовало. В таком цитноте я работала 20 лет. Я просто однажды устала, выгорела и просто уволилась никуда. Я год не работала. В голове моей крутилось. Я формировала свое желание, что я хочу работать в свободном графике. Я хочу работать с интересными людьми. И самое главное, чтобы это дело было делом всей моей жизни. Я еще тогда писала в Фейсбуке про Икигай, свой, который я ищу. Ну, вот эти вот вещи, они меня однажды вот столкнули с Сулушаш. Я увидела, как бы я жила в таком стрессе, и я чувствовала, что мне нужны уже пить витамины. Просто я читала, интересовалась. Я однажды увидела Сулушаш, она в руках держала баночку кальций. И под этим постом я написала Сулу. «Извините, а вот что за баночка? Она мне что-то до боли знакомая. Мне как раз нужны БАДы». Просто моя сестренка была подписана в МВЭЙ. Она много лет покупала нашей семье, моим сестрам нам порошки, все вот эти средства для дома. Но как-то никогда она мне не говорила про БАДы. Я ей позвонила, говорю, Айнур, говорю, а что, говорю, в МВЭ есть БАДы? Она говорит, ну я же тебе как-то даже дарила, говорит, ты забыла. Я с Сулу встретилась, она мне рассказала про БАДы, и я первая купила набор детокс и то, что Сулу мне посоветовала. Потом Сулу меня познакомила с Иваном, потом Сулу меня приглашала на эти мероприятия, которые с командой проводили. Я, конечно, человек такой, что я никогда не отказываюсь от приглашений. Для меня это как-то проявление уважения, и я поэтому ходила на эти мероприятия. Первое экспо мне было очень интересно. Сулу меня попросила стать и там, ну как бы, помочь ей с регистрацией. Я даже, несмотря на то, что я бывший руководитель, думаю, ну раз просят, почему бы и нет. Стала там как девочка-офис-менеджер при входе. Таким образом я увидела атмосферу. Вот второй момент – это атмосфера. Атмосфера интересных людей, от команды, да. Какая работа другая, интересная. Мне в это все нравилось. И однажды под Новый год я решила заказать себе косметику. И мне Сулу говорит, у тебя 200 баллов. Это, знаешь, первый уровень – 3%. Как бы я вообще старалась не вникать. И я думала, вообще, где я, звезда такая, руководитель корпоративной компании, и вообще какой-то сетевой, думаю, мне никогда никто сетевой не предлагал. Сулу мне стала, ну, объяснять вот эту вот систему. Что меня побудило? Вот то, что Сулу сказала. Назым, а ты все равно ищешь свое дело. Попробуй, ничего страшного не случится. Попробуй вот эту энергию закрутить, энергию какого-то дела. Я до сих пор это помню. Я действительно подумала, а почему бы и нет. Я ей говорю, Сулу, давай после Нового года тогда. Она сказала, давай начнем 4 января. Вот она книжка, которая, видите, с пометками. Это та первая книжка, с которой я начала МВ. У меня прям написана дата встречи, 4 января. Через 5 месяцев я Сулу сказала, что можешь спать спокойно, я буду бриллиантом. То есть я это поняла, что это дело мне очень нравится. Мне нравится помогать людям. Мне нравится охотно делиться какими-то классными продуктами. Мне хочется помочь людям. То есть я это всегда делала. Когда-нибудь эту историю я расскажу на большой-большой сцене. И постараюсь в ближайшее время, чтобы на семинаре я была более значимым значком, когда мне дадут возможность говорить. Вот так вот, как сегодня мне Александр дает такую возможность. Сегодня я разговаривала в Фейсбуке с двумя девушками. Когда они мне просто спросили, Назыма, ты где? Я говорю, я сижу кофе пью и работаю. Она мне говорит, я тоже хочу, как ты. Я говорю, а пойдем пить кофе? Она говорит, я с Астаны. Я говорю, тогда в онлайн давай попьем кофе и как раз поговорим о том, как можно работать в кофейне. Вот такая вот моя история. Приглашайте на кофе. Спасибо тебе огромное. Да, отлично. Тоже, кстати, хорошая фишка насчет кофе. Я знаю, что вот Ольга Ена рассказывала. И она, дочка, говорит, слушай, мне нравится твоя работа. Я как не посмотрю, единственное, чем вы занимаетесь, вы пьете чай, кофе и общаетесь. Все, что вы делаете. Ну, как бы люди на работу ходят нормальные. А вы все время пьете чай, кофе с кем-то и общаетесь. Я тоже так хочу. У меня история короткая такая. Я был тугодумом 17 лет. Потому что 17 лет, когда и Александр, и Леонора уже начали бизнес, я это все видел. Видел, что это хороший бизнес. С удовольствием огромным пользовался продуктами. Начиная с 96-го года. Видел, как они круто развиваются. Старался помогать, чисто вот по-братски. Не участвуя в бизнесе, но старался помогать где-то там в организации. Что-то еще, что-то еще. Для меня одним из ключевых моментов был, во-первых, момент, когда я сам вырос мозгами и по возрасту. И понял, что та работа, на которой я работаю, получаю очень большие деньги. На тот момент мне это казалось очень большими деньгами. Это были неслыханно большие деньги для наемного работника. Это правда. Но если до этого у меня была иллюзия, что так будет всегда, вот тут моя иллюзия. Это прошло. С другой стороны, я видел, насколько комфортная жизнь у Александра и Леонора. Это как раз было время, когда начался экономический кризис в Греции. И все ныли. Все абсолютно. Вот с кем не встретишься, все ныли. Все говорили, как плохо. Ну, я думаю, что вы знаете, друзья, и сейчас тоже очень напряженная обстановка. И не только в Европе, а вообще везде. И в целом такой негативчик. А у них дома не было этого негатива. То есть я говорю, я к вам прихожу, как будто вообще в другой мир попадаю. Вот это был второй момент, который меня подкорбнул. Третий момент был в том, что я сидел на работе в 12 часов уже весь на психе и в мыле. А когда я звонил Александру, допустим, по какому-то делу, он мне отвечал вот таким голосом. Алло. Да, как дела? А мы сейчас с пляжа едем. Вот сейчас заедем. А ну, Марию где-то покормим. И я думал, может, я что-то не так делаю, друзья. Я 17 лет говорил, это не мое. Я не умею продавать. Я не про бизнес. Я вообще про другие вещи. И спустя 17 лет я пришел и сказал, ну, а что, как там вообще, что надо делать? Я говорю, я продавать не умею. Он говорит, ну, ты же умеешь работать с информацией, ты же умеешь делиться. Я говорю, да, умею. Он сказал, ну, все, что надо делать в нашем бизнесе, это делиться. Узнавать что-то и делиться. Ну, и потом все дальше по шагам. Можно, конечно, еще добавить, чтобы полнота картинки была, что все-таки поводом послужило открытие казахстанского рынка. Поскольку, да, у тебя связи очень тесные всегда были, оставались и не прерывались с Алматой, с Казахстаном и друзья. И ты всегда мотался туда, ездил по любому поводу, лишь бы только увидеться. И тут все совпало. Тут раз еще и не просто повод ездить, а серьезный повод, бизнес. Спасибо большое, что поделился. Причем у меня когда-то в возрасте 31 года у меня была зарплата 10 тысяч долларов в месяц. Но за эту зарплату я отдала очень много своего здоровья. Это со стороны выглядело круто, да? Но цена у этого была мое здоровье. Я не знаю, женщины поймут. Но, в общем, цикл сбился как бы, да? Это вот из того анамнеза. А потом, благодаря этим деньгам, я выбралась, уехала жить в Лондон. Я жила в Лондоне в эмиграции. Тэга не было никакого. Я готова была пойти в уборщицы. Но судьба была милостива. Я там работала в караоке. Подрабатывала в караоке-кафе, где я в неделю зарабатывала столько, чтобы оплатить квартиру, коммунальную еду и прочее. И там мы познакомились, собственно, с Иваном. Вы никогда не знаете, как оно к вам приходит. Спустя 8 лет после той встречи, Иван где-то с 13-14 года, когда он, видимо, решил делать этот бизнес, он меня стабильно одной и той же фразой поздравлял с днём рождения в личку. Мы виделись один раз в жизни через общего друга. И всё как бы, то есть хорошо попили в караоке, попили. Когда ученик готов, приходит учитель. И тогда, видимо, я к этому не была готова, хотя отчаянно нуждалась в деньгах. После Лондона я вернулась, не вернулась, меня вынудили вернуться в Казахстан по каким-то тут их проблемам казахстанским. Опять же, я была с хорошим заработком там. Но они были ненадёжны, потому что я не могла управлять своими доходами в будущем. Есть проект, есть деньги. Нет проекта, нет денег. А поскольку я ещё и в антикризисных коммуникациях, то это получается, что у меня был такой бизнес гиены. То есть когда есть проблема, когда люди плачут, могут потерять свою должность, зарплату. Имя, репутацию, они мне готовы платить сколько угодно. Такие деньги, пахнущие горем. И меня это очень сильно не устраивало. Плюс вот это вот в Астане, там, под козырёк важно быть, ну, там, в госорганах казахских. Нужно быть на работе просто потому, что нужно быть на работе, а не потому, что ты в это время полезен или что-то можешь делать. Просто вот ты должен в 9 отметиться. Вот эта истерика, я от неё как-то... Я в это время в Астане, он в это время в Алма-Ате, он меня в Алма-Ате на это мероприятие приглашает. Мероприятие ЗОЖ в большом городе. Я странным образом в эти дни оказываюсь в Алма-Ате. Мы попили чаю, и, собственно, с этого чая всё и началось. И тема разговора пошла вообще другая, не сетевой, не этот, а тема пошла Институт женского здоровья. У меня была какая-то тогда мысль, может быть, она от меня никогда не отстанет, мысль открыть Институт женского здоровья. В одну дверь зашёл, последнюю вышел, за это время получил всё. Про красоту, про здоровье, про анализы, про болезни, про лечение. И мы это пока обсуждали, обсуждали, в конечном итоге я как бы такая думаю, что думаешь, мне нужно попробовать АМВЭ. Я в итоге попробовала, я каждый раз, когда привожу клиентов в магазин, я тыкаю пальцем в эту АМВЭ и говорю, это она. Это она меня вытащила из корпоративного, вернее, это она меня привела в сетевой, потому что это была первая АМВЭ в жизни, от которой меня не тошнила. У меня особая реакция на АМВЭ, и меня не тошнила. Всё, мой организм сказал этому бизнесу, да. Наша задача, разговаривая с людьми, определить тех, которых не устраивает то, как есть, и которые хотят большего. Здесь нет одного рецепта, который подходит всем. Здесь просто дружелюбие, любить помогать людям, быть самим позитивным. Мне очень нравится здесь вот то, что я в 41 год смогла стать фотомоделью сама для себя, да, хотя бы даже. И я вам скажу, хочешь стать фотомоделью, стань ею, хочешь петь с больших сцен. Вот мы с Иваном преодолели, да, у нас в Астане 750 человек, мы вышли на зал, и мы пели. АМВЭ дает все возможности. Вот я вам говорю, как человек, который в рекламе, в пиаре, в манипуляции общественным мнением, если нужно, в хорошей манипуляции, в плохой манипуляции, в фактчекинге, в черном пиаре, в белом пиаре, собаку съела, да. Я вам говорю, АМВЭ – это единственный легитимный, надежный способ исполнить, воплотить любые свои мечты. Тут усовершенствуешься постоянно, потому что от твоего самосовершенствования зависят твои заработки. Провел месяц в восхитительном настроении, деньги увеличиваются. Провел его как унылое, вот, и деньги уменьшаются. А завтра у меня еще один барьер, который я преодолеваю. Я читаю завтра лекцию, как нутрициолог, без медицинского образования, студентом, первокурсником из Индии, да, Казахского государственного университета, мединститута. И меня пригласила моя коллега, которая кандидат медицинских наук в иммунологии. Мы работали с ней в прокторе вместе. То есть я для нее зазвучала без медицинского образования, как ценный человек. Мне скоро 50, но я собираюсь получить медицинское образование. Я буду называться диетологом, плюс к моим двум образованиям, учитель русского языка и магистр делового администрирования. Друзья мои, АМВЭ – это место, где исполняются мечты. Задача – только определить мечту, чего ты хочешь. Каким образом я пришел? У меня был запрос. Жизнь в последнее время достаточно бросала вызовы. Я подружил с GPT-чатом, поигрался им, там, платную подписку взял. И я у него спрашиваю, ну вот как можно вот что-то сделать такое, вот как-то вот разбогатеть. А есть и предисловие, как бы я сталкивался с Гербалафом очень хорошо в разные годы. И принцип сетевого маркетинга я знал. И я постоянно боком как-то шел с МВМ. И даже был клиентом, пасту зубную покупал. То есть, когда мне презентацию кто-то делал, я говорю, да я же Гербалафчик, ну ты же понимаешь. Я говорю, вот паста хорошая. Вот паста хорошая, а вот все остальное мне даже интересно. Не то, что я даже никому не позволил себе рассказать какой-то план в маркетингах. И GPT-чат мне говорит, что есть сетевые компании, и одна из них МВ, и другая Гербалаф. Я себе задал вопрос, а может быть, как бы вот спросить, что там в МВе. Ну понятно, я знал, что это номер один в сети ООН, я знал, что она там находится, я знал, что люди там по 30, по 40, по 50 лет. Я этот запрос сделал, забил про МВ что-то, наверное, в Ютьюбе. И мне выпал Александр, и он говорит про 50-летних. А я тоже грешным делом подхожу к этой дате. И меня этот вопрос как-то вот чуть-чуть заволновал. Цифра 50, она пугает. Ну она мне как-то вот как рубеж определенный был. И Александр говорит такие вещи про 50-летних. Вот представляешь, в среднем человек, допустим, живет 80 лет, да? У тебя есть еще 25 лет активной жизни там. А я себе такую роскошь даже не, как-то вот я не знаю, я даже не представлял, что есть еще какие-то 25 лет. А тем более я как бы осознаю, что если ты поддержишь здоровый образ жизни, если ты равняешься на людей, которые там лидеры и прочее, ты будешь тянуться, ты будешь делать зарядку, худеть будешь, будешь бадать и кушать разные. И Александр так все раскатал, что я его начал слушать. Я Александр купил. Беру телефон, пишу ему где-то там, я не знаю, скорее всего на Ютьюбе. Стираю, опять пишу, стираю. И на третий раз я ему отправляю, но это ночь. А потом смотрю, что его какие-то еще координаты есть. Я нашел его тут же в социальных сетях, еще что-то, телефон нашел. И как-то вот я позволил себе мысль думать об МВЭ. И Александр мне ответил. И мы с ним созвонились. Он мне вкратце какие-то вещи рассказал об МВЭ. И я ему задал несколько вопросов, таких, которые меня волновали. Потому что план маркетинга, да. Я говорю, дело в том, что я однажды строил, 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 строил. А потом я выпал по семейным, по разным вещам в жизни. Я выпал просто из бизнеса. И люди условно, вот эти вот, которые были у меня 21%-ники, их просто-напросто из-за того, что я не сделал квалификационный объем, их взяли и просто отдали считающему спонсору. Я говорю, у вас такое бывает? Он говорит, у нас такого не бывает. То есть ты не работаешь, организация твоя, просто ты не получаешь, как бы, доходы. Твоя организация остается. Начинаешь работать, тебе, так сказать, начинают платить. Я такой думаю, так, если, как бы, ты сеешь, и это действительно авторское право, которое за тобой остается, то, думаю, это классно. Вот таким вот образом я принял свою жизнь МВЭ, которому противился, ну, не соврать, лет 30, наверное. Что мне еще понравилось? Мне понравилось, что есть огромное количество продуктов, не только, допустим, по снижению веса, допустим, косметика, а есть еще зубная паста, которую я покупал, да? То есть это такая дверь, через которую можно зайти клиенту. То есть этот человек, допустим, там, ну, не надо ему худеть, или он вот не хочет вам. У нас зубную пасту, ну, действительно, все же зубы чистят, и она действительно классная, да? Я вот, допустим, там заказик сделал, мне сегодня он пришел, вот такой вот спрей там, ну, в общем, это отдельная история, как сегодня я полы мыл, как я все это намывал, начищал, и сказал там, что это работает. На самом деле, говорю, это работает. У меня, кажется, плитка на кухне, она не черная, она серая. Хотя я чистоплотный человек, я мою все, но вот эта штука, лог, действительно хорошая. Но мне понравился вопрос, вот то, что экологичные продукты, потому что в последнее время я все-таки осознаюсь, что вот мы покупаем из-за того, что самое дешевое, покупаем какие-то вот, ну, средства, чистящие, все, и иногда не знаешь, откуда приходят вот это недомогание. Постоянно себя окружаешь вот этими вот какими-то средствами, которые соприкасаются с твоей едой. То есть мне вот вопрос вот этого вот экологические, то, что биоразлагающие вот эти вот вещи, меня это тоже как бы зацепило, потому что я понимаю, что если жить вот в современном мире, если о себе не думать, то, в принципе, ты до 80 можешь-то и не дожить. Детская линия мне понравилась, потому что у меня есть сын, которому 6 лет сейчас, и так как я увидел витамины, я тут же купил эти витамины, безусловно. Плюс мне понравилось то, что Александр мне привил вот это, ну, показал, что мало-помалу. И вот эта вот игра, условно, как я себе назвал, игра в 200 баллов, она мне понятна. Я хочу вот буквально по пути это делать, условно, для себя, и вот так вот людям показывать, таким же, как я, чтобы они то же самое делали. Моя занятость, я в последнее время был директором отеля 4-звездочного, то есть Best Western, то есть я ательер, там, повар в прошлом, прочее. Вот, и доходы, соответственно, очень интересные в Швейцарии, там, годовой, там, может быть, 90 тысяч годовой. И когда тоже я у Александра спросил, я говорю, есть ли такой план какой-то вот прям достойный, который вот может быть вот похож с этим вот годовым доходом. И он мне тоже написал, что есть этот план. Но этот план, он состоит как раз вот из этих вот игр в 300. То есть нужно просто много человек, которые играют красивую, хорошую игру. А так как я сегодня еще убедился, что продукт работает, я такой воодушевлен. В общем, настроение хорошее, и я верю, что пройдет какое-то время, возможно, там, в следующий раз я вам расскажу, там, как я первую продажу сделал. Меня это тоже, наверное, скорее всего воодушевит. И тогда я точно пойму, что игра в 300 работает. Ну и, соответственно, в следующий месяц мне нужно повторить историю и помочь людям сделать то же самое. Слушаж пишет, что она забыла добавить, что она попала только в один список потенциальных клиентов и партнеров к Ивану. И больше ко мне за это время никто с сетевым не подошел. Вы знаете, у меня то же самое. Вот мне за эти годы один единственный раз, ну или два максимум, мне пытались предложить сетевой бизнес. Причем один раз в поезде я ехал в Салонике, и подсела ко мне дамочка и начала меня клеить прям вот чисто на сетевой. Я же понимаю, как она разговаривает. Я так на нее посмотрел, а она тоже на меня взглянула и осеклась. И говорит, подожди, а ты случайно не Адамидис? Я говорю, да, Адамидис. Очень смешно было. У нас было мероприятие, выставка. Я сказал своему куму, если есть у тебя знакомые, приглашай. Интересно, люди придут, посмотрят, что-то новое узнают. И вот он сказал Олегу, супругу Ирины, а Ира, в общем, не хотела в принципе. Она и не знала вначале, куда ее везут, но потом ее уже привезли практически с силком. Но когда они пришли на эту выставку, походили, послушали, очень удивились, потому что они сталкивались с АМВМ, слышали про АМВМ, но так досконально, подробно и так интересно, не слышали никогда. Их это впечатлило, они заинтересовались, попросили встречу. Ну, я пошла за вами. Самое главное, я считаю вам, это человеческий фактор. Если ты понимаешь, что тебе с человеком хорошо, ты можешь продвигать все, что ты хочешь. Так и случилось. Спасибо вам. Я вас благодарю за то, что вы мои близкие люди, мои друзья, мои наставники. Я вам очень благодарна. И я помню очень хорошо тот момент, когда меня приедут на выставку. Муж меня обманул, посадил в такси, сказал, что мы едем в ресторан. Мы пришли на АМВМ. Вы можете представить выражение моего лица. Ну, ничего. Александр взял мне под белые рученьки и два часа мне рассказывал о продукте. Когда я поняла, что нифига не знаю ни о продукте, ни об АМВее, я сказала, а можно к вам прийти в общем-то на собеседование? Ну, и мы договорились на встречу. Вот тогда мы пришли познакомиться с этим бизнесом. У меня был запрос. Я хотела в этой стране, в чужой для меня на тот момент, жить и не существовать. И для меня очень важно было понять, в какую дверь должна войти, чтобы жизнь была другой. Ну, спасибо вам, что я вошла в ту дверь, и вы те люди, которые, в общем-то, мне показали этот путь. И спасибо, что до сих пор мы с вами на одной волне. И я очень благодарна судьбе, что я никогда не искала ничего другого. Познакомившись с АМВеем на сто процентов, я вообще никогда даже в мыслях не имела что-то другое. И я этому благодарна. Ну, это благодарность только потому, что мои наставники были настолько уверены и настолько убеждены в том, что это самый правильный путь. Ну, вот так. Я вам благодарна за то, что я с вами. Много лет и жизнь моя совершенно другая. И 23 года я вообще ни на кого не наработаю. Просто сама на себя и сколько хочу, столько делаю. Вот за это вам огромное спасибо. Со мной, видимо, случилась такая история, когда ученик готов, приходит учитель. то есть вот у меня была в жизни такая ситуация, когда я выработалась, ну, там, уперлась в потолок, там, или выдавили там тебя как тюбик из-под пасты. То есть, ну, было такое состояние опустошения эмоционального всего-всего. И я с этой болью пришла к своей подруге, говорила, что, ну, блин, что-то так херово всё в жизни, всё так, дерьмо какое-то, на работе, дома всё. И моя подруга услышала мою эту боль. И она говорит, ну, хорошо, ладно, давай, подожди. Вот сейчас через несколько дней приедет замечательный человек, и ты с ним попьёшь кофеёк и пообщаешься. Ну, и действительно, это так и случилось. Вот звонит Лена вечером и говорит, слушай, приходи завтра утром пить кофе. И приехал мой родственник Иван, ты с ним поговоришь, он тебе расскажет про бизнес, может быть, ты что-то для себя услышишь. Вот, собственно, так и получилось. Мы познакомились за чашкой кофе у Лены в офисе. Иван рисовал мне кружочки, рассказывал бизнес. Меня привлекла вот в конечном итоге цифра, да, то есть вот такие доходы, такие, ты такой, о, классно. Интересно, то есть я такая зацепила глазами за цифру. Конечно, показала продукцию, пробу делись, подключаясь. Я говорю, да, знакомая продукция. Буквально через несколько дней я зарегистрировалась, и уже на следующий месяц сделала большой заказ. Хорошо, как бы это был канун Нового года, и все подарки, которые планировала я делать там в других магазинах, я все эти подарки сделала из своего магазина всем своим друзьям и родственникам. И тут же, конечно, сообщила всем своим друзьям и подругам, что у меня есть теперь такая уникальная возможность. И, в общем, вот этот вот мой первый заказ у меня получился очень хороший, объемный. И это было не 200 баллов, это было 400 с чем-то баллов. Все теплая атмосфера, люди, интерес вот этот, это появилось сразу. И вот эти все какие-то хрень вот эта в голове, она начала просто отваливаться, отшелушиваться от меня. И все это пошло вот каким-то одним большим потоком. То есть обучение, что-то, выступление, люди. Такая щедрая атмосфера, куда я попала, наше сообщество, это что-то сообщество, семья, наши вот эти окошечки, наши встречи. Я каждый вечер этого жду, потому что, ну, это такая терапия, это прям вот терапия для души. Вот с этим чувством доброты я иду к людям, я наполнена. И вот это дружелюбие, оно настолько искренне, то есть его не надо откуда-то доставать. Оно само приходит, и с этим чувством и иду к людям. Я пришла по рекомендации. То есть спасибо Лене, которая в свое время услышала, меня услышала и передала меня в надежные руки. Вот, то есть она мне просто вот фонариком высветила этот путь и вот подтолкнулась, вот сюда иди, сейчас послушай, поговори, и вот ты для себя все поймешь. Благодарю, благодарю, всегда благодарю Лену за то, что она мне тогда вот пригласила меня на эту чашку кофе, и я теперь вот, и я теперь здесь. Вот такая вот история. Спасибо большое, Марина, отлично. Вот тоже, видите, повторяется история, тоже по рекомендации, вот Ира, я говорю, тоже говорю, она тоже по рекомендации пришла. Опять же, люди, опять же, чашка кофе. Почему мы в МВИ, особенно я, нам порекомендовали продукцию, которые мне помогли на всю жизнь. Б-комплекс и Омега, они восстановили работу щитовидной железы. Оттуда и все началось. Доброта, вот эта среда. И на самом деле, мы вот настолько полюбили наши вот онлайн-встречи, мы их очень ждем. И что еще? Почему Гонбей? Мне кажется, я с детства вот всегда искала добрых людей. Вот такой вот среда, где есть мечта. Мне кажется, вот всю жизнь я вот это искала. Вознаграждение, профессиональный рост и так далее. Это уже отдельный разговор. Получается, МВИ для нас это не работа. Это наш воздух. Мы ее делаем. Мы не представляем, что мы ее делаем. Это стало частью нашей жизни. Вот, благодарим за это. Я сам прослужил в авиации 22 года. И до звания майора. Потом искал, чем бы заняться на пенсии. Бизнес второй искал. Порекомендовали нам МВИ. Мы были потребителями. Пили продукцию. Мне очень понравился Б-комплекс. От Б-комплекса у меня прошла головная боль. У меня 10 лет болела голова очень сильно. Лечился я спазмолгоном. У меня вот это вот повторялось. Каждый вечер после службы домой прихожу. И начинается вот эта вот боль. Потом у Айнура и сестра занималась МВИ. Она порекомендовала Б-комплекс. Я попробовал. У меня вот эта боль прошла. Через 2 месяца пропил. Потом вообще вот эта боль исчезла. Оказывается, Б-комплекс. Потом я уже начал считать. Она, оказывается, вот эту нервную систему полностью залечивает. Потом, чуть позже, я нашел Александра Георгиевича в Ютубе. Уже начал полностью его слушать. Мне очень понравилось вот это вот видео Александра Георгиевича, где он говорит про стратегию, как попасть на А70, на 70-летие. И полностью вот дает полную раскладку, план, с чего начинать. Вот это мне очень понравилось. И я уже напрямую в связи вышел с Александром Георгиевичем. Познакомились. Подписались вот в том году в команду с первого семинара. В Алматы я сначала сам на семинар сходил. Семинар очень понравился. Потом Айнуре сказал. Айнура, говорю, МВИ очень классный бизнес. Давай заниматься. Спонсоры очень хорошие. С Алматы, с Казахстана, оказывается, говорю. Вот потом с Айнурой мы вот с Элеонурой познакомились. Дальше уже начали под руководством наших спонсоров строить бизнес. Сейчас уже 18%. Благодарим спонсоров за классное наставничество. С каждым днем мы развиваемся. Уже потребители стопроцентные. Строим команду. Еще что меня заряжает, МВИ, это сейчас новая программа. Спасибо всем, друзья, кто решился, кто поучаствовал, кто поделился. Давайте будем подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Вот как мы и говорили в самом начале, по нашим историям, видно, что ситуации самые разнообразные. Ну, самые разнообразные. И люди самые разнообразные. И с самым разным бэкграундом. Но для каждого человека, если он ищущий, если он чего-то хочет, изменений каких-то позитивных в жизни, в нашем предложении найдется что-то. Для кого-то продукция, для кого-то сообщество, как вы видите, для кого-то бизнес, возможности, доходы. И вот смотрите, кто-то сказал, что пришел на личность. Танжарык в самом начале написала, что я пришла за обучением. Потому что я увидела здесь возможность высококлассного, высококачественного обучения на платформе МВИ. Зым отмечала, что Facebook, она пришла через соцсети. У нас, ну, сейчас-то мы уже привыкли к соцсетям спустя годы. А вначале много полемики было. Вообще, стоит ли на них обращать внимание, будут ли они работать, будут ли они приводить людей в бизнес. Пришла через БАДы, опять же. Хотела БАДы, понимала, что нужны, по состоянию здоровья чувствовала какие-то дефициты. И где-то, края муха, уже начала понимать, что все эти дефициты можно покрывать за счет БАДов. Прекрасно. Потом стала ходить на мероприятия. Впечатлили люди, атмосфера. Мы будем знать, что нашего человека полезно позвать на мероприятия. Важно, чтобы он увидел не только нас одного, а чтобы он увидел других людей. Чтобы оценил эту атмосферу, климат. В Сулу, видите, длительное время настойчивость Иван стабильно поздравлял с днями рождения. То есть, никаких там каких-то активностей не было. Но, тем не менее, постоянно поддержка контакта, прогревание связи, поздравление с днем рождения, напоминание о себе. И через какое-то время все сработало. Сработало. Начало было через пьянку, потом через чай. В общем, там выпили, тут выпили, и все срослось. И бизнес построился. Опять же мероприятие. Опять же Омега. Ютуб сработал. На человека, на наставника. Люди идут на личность. Увидели личность. Владислав говорил об этом, что вначале ему понравился Иван. А потом уже связь с человеком, а потом чем занимается этот человек, это тоже начинает заинтересовывать. Цифры, доходы. Тоже очень хорошо. Я вспоминаю по этому поводу Эльнару Мамедову. Бриллианта основателя. Замечательная семейная пара. Рафик с Эльнарой. Я их очень уважаю, очень люблю. Мы дружим. Она сказала тогда на своем признании. Я же русский язык вообще не знала. Я ничего не поняла. Из того, что там рассказывали. Но цифры видела. Атмосфера. Люди опять же. Видите, вот по рекомендациям Марина. Говорит, ну вот Ира тоже по рекомендациям. Такое тоже бывает. Спрашивайте рекомендации. Помните историю, которую часто Ира Федосеева рассказывает? Когда к ним пришла учительница музыки. Дочери. И они к ней подъехали. Типа того, что вы не хотели бы бизнесом заняться. И она от них стала отмахиваться. Что вы, что вы. Какой, где я? Музыка и бизнес. Я вообще не про бизнес. Она сказала, ну хорошо, ты не про бизнес. А у тебя есть подружки какие-нибудь, которые деньги хотят зарабатывать, которые про бизнес? И та, чтобы от них, ну, побыстрее откреститься. Ба-ба-ба, у меня есть одна, которая на бархолке колготками торгует. Все. Дала телефон. Созвонились. Встретились. Это была их первая серебряная линия. Рекомендация. То есть там, где ты вообще как бы и не ожидал. Ну, ты открой рот, спроси. А вдруг? Раз. И подсказали. То есть рекомендация тоже работает. Сообщество. Семья. Атмосфера. Опять сообщество. Постоянное сообщество. Часто мы слышим. Добрые люди. Занятия на пенсии. Вот обзал искал. Видите, какое огромное разнообразие причин. Какое огромное разнообразие взглядов, людей, характеров. И все мы в одном бизнесе. Поэтому я к чему это хочу сказать. Что не стоит сильно мучиться. Вот переживать. Где я возьму людей. Как я буду с ними разговаривать. Смысл в том, чтобы просто разговаривать. Самая основная рекомендация. Ты просто делай. И делай просто. Не усложняй. Рассказывай. Делись от души. Не знаешь там еще всех цифр. Не можешь рассказать там сногсшибательный маркетинг. Не надо. Ты расскажи, как ты чувствуешь этот бизнес. Как ты его понимаешь. За что ты его выбрал. За что ты его полюбил. И люди пойдут на тебя. Пойдут на твою искренность. Пойдут на твое объяснение. Вот это нормальное человеческое. У меня был такой период. Когда я решил все улучшить. Мне показалось, что слишком все примитивно. Ну, что-то простенько так. Не солидно. Ну, надо как-то покруче. И я помню тогда, переделал бизнес-план. Презентацию маркетинга переделал. Стал там какие-то теории задвигать. Что продукт можно так задвигать на рынок. А можно так задвигать. И вот разные каналы. И по разным каналам. И мы один из каналов. В общем, в результате у меня получился очень умный, заумный маркетинг. И люди перестали записываться. Я просто реально, я был обескуражен. То есть, если у меня до этого люди нормально и стабильно регистрировались. То после того, как я все это улучшил. И сделал совершенно замечательным и неповторимым. Люди просто перестали регистрироваться. И мне спонсоры говорили. Будь проще. Будь доступный. Будь таким, что тебя можно продублицировать. Один из моих спонсоров всегда говорил. Ты пойми. Простые вещи поймет и профессор. И очень простой человек. А если будешь умничать. Тебя только профессор поймет. Я не знаю, сколько профессоров ты сможешь привести в этот бизнес. Все в этом бизнесе просто. Нужно быть искренним. Простым. Человечным. Добрым. Открытым. И люди обязательно к тебе. Будьте проще. К вам подняются люди. Если вам понравилось это видео. Ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. И обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу. Живите со страстью.